Девушки отдыхают Видеть все до тонкостей, до мельчайших деталей Когда кто-то из пациентов Святослава Федорова отказывался от операции, такое бывало Он искренне не понимал, как можно обрекать себя на слепоту Даже детская игра в жмурки вызывала у него протест Что может быть веселого в этой игре незрячих? Вот так Федоров относился к очкам Называл их презрительно протезами Когда заметил, что ему и самому пора подправить зрение Спокойно сел в кресло пациента А потом настоял, чтобы и жена Ирен сделал лазерную коррекцию Оперировать доверил своим ученикам Но был, конечно, рядом Он сидел рядом От того, что он сидел рядом, а они все так волновались Так они мне чуть-чуть пережгли лазером То, что мы очень старались Это было почти накануне его гибели Ну, сколько-то там времени немного прошло А он говорит, видишь, ну теперь, когда будет второй глаз, я уже не буду сидеть рядом Я за дверью постою Я говорю, хорошо Они были счастливы вместе 26 лет А повстречались почти случайно, хотя случай, он точно не слепой В этом Святослав Федоров не сомневался Все имеет свою логику Поначалу, возможно, скрытую, но со временем вполне очевидную Оглядываешься и понимаешь Иначе просто быть не могло Такой вот Федоровский фатализм Когда мы только с ним встретились И у нас начались такие вот отношения, такие романтичные, я бы сказала Он сказал, я из тебя сделаю фаталистку Он мне сам так сказал Это было все предрешено И хоть говоря, что это случайность могла быть Нет, не случайность Вот все было сказано Иди туда, поверни сюда Посмотри сюда, возьми сюда Вот и увидишь его Они познакомились, когда Святослав Федоров руководил глазным отделением Одной из московских больниц Его уже называли светилом офтальмологии Но эту область медицины Ирэн никогда не интересовала Она, врач-акушер-гинеколог Была абсолютно поглощена своей профессией О достижениях доктора Федорова Впервые услышал от своей тети из Ташкента Которая стала терять зрение И очень просила племянницу договориться с Федоровым о консультации Какой Федоров, кто это, где он работает, откуда, было ли сколько врачей в Москве Я понятия не имела Понятия И вдруг как-то я пришла к своей приятнице И мы сидели в себе на кухне Я говорю, господи, ну где мне найти этого Федорова? Таня, говорю, где мне найти этого Федорова? Не представляю Выходит ее соседка Ира и говорит Какого Федорова? Глазного? Я говорю, да А она говорит, да я только что вернулась из 81-й больницы А я делаю там аппендицит У него там его отделение глазное Попасть к Федорову на прием было тогда почти нереально Огромные очереди Пациенты ехали к нему со всей страны Ирэн позвонила в отделение и сочинила экспромтом целую историю Ее фамилия Иванова, она аспирантка Святослава Николаевича И ей необходимо обсудить с ним свою работу Ой, кошмар А у него никаких аспирантов тогда не было вообще, вообще не было Он не занимался еще пока научными работами со своими учениками Но Иванова уже появилась по телефону Да, это очень интересно, он сказал Ну пусть приходят в субботу Они в субботу тогда работали 23 марта 1974 года То самое субботнее утро Ирэн запомнила даже время 10 часов, 10 минут Момент, когда Святослав Федоров поднялся ей навстречу из-за рабочего стола И все у ее жизни изменилось Он смотрит на меня А я встала вот так вот И состояние дурноты Вот ощущение, что сейчас у меня ноги подогнутся и я упаду Вот такое было состояние ужаса Восторга Ужасного восторга Вот можно так сказать? Вот это вот было состояние ужасного восторга Потому что я поняла, что это мой мужчина Ну как с первого взгляда, да? И что я о таком мечтала всю жизнь О таком Вот вдруг все Все произнесло сейчас Святославу Федорову 46 Он на пороге своей заветной мечты Уже решен вопрос об организации в Москве Института микрохирургии глаза Его, Федоровского института Вот где можно будет развернуться Больше 4 тысяч операций в год Федоров уже все подсчитал Будет и 20 тысяч Причем на одну хирургическую бригаду Когда появится знаменитая ромашка Все впереди А пока Федоров справлялся как мог В условиях больничного отделения Оперировал иногда до посинения в глазах Его собственные слова Пусть ваши тети приезжают Сказал он Иран В помощи Святослав Федоров Никому не отказывал И когда я потом у него спрашивала Я говорю, а что ты обо мне подумал Когда я к тебе пришла Он говорит, а я подумал Какая красивая женщина Но не моя Почему? Потому что он был тогда еще женат Не разведен Поэтому красивая, да? Но не моя Вот это вот абсолютно слово-слово его фраза Это Ирана Ефимовна А это тоже Ирана Ефимовна Вот она Да Было Все было Когда тетя уже выписывалась из больницы Федоров попросил у Рэн номер телефона Но первой все-таки позвонила она Не выдержала А под Новый год 26 декабря Святослав Николаевич пригласил ее съездить На Бескудниковское поле Где закладывалось здание института Они вместе вбили на строительной площадке Символические колышки Федоров с гордостью показывал Что и как будет Там мастерские Там поликлиника Там оперблок За стройкой он следил по-хозяйски Обязательно находил повод заехать Пройтись по всем возведенным этажам Мог, если надо И строительный мусор убрать И брошенный кирпич отодвинуть от края На самой высоте Коллега Федорова Анатолий Горбань Был ошеломлен Зима скользкая Уже темнеет Одно неверное движение И все Это Толя подумал Что он может сорваться А Слава вообще даже не думал Причем у него еще не было ноги У него одна нога была Своя искусственная Представляешь? То есть как это Как это было ощущение Он даже не понимал этого Что это может случиться То есть А под корки Он знал Что этого не случится никогда Потому что он должен достроить все это Он должен все это выпустить в жизнь Это та же самая фатальность Ногу Федоров потерял в юности Сорвался с подножки трамвая Тот самый случай Который навсегда изменял его судьбу Он мечтал быть военным летчиком Учился в ростовской школе ВВС Но после ампутации ступни был отчислен Это случилось в 45-м А в 46-м Меньше чем через год Слава Федоров Выиграл городские соревнования по плаванию И вот тогда Когда он вышел на трибуну Когда стоят вот эти первое, второе, третье место И он стоял на трибуне с костылем У него тогда еще не было протеза С костылем И ребята, которые там в госпитале лежали Бывшие военные тоже со всякими травмами Они нарвали ему цветов Прямо с этого цветника И преподнесли ему букет Вот тогда у него Даже слезы, говорит, появились в глазах Именно та победа Пусть скромная и незначительная Стала точкой отсчета всей моей жизни Я впервые понял Глубоко прочувствовал Что все смогу Так что, как некосюнственно это звучит Но мне в какой-то степени повезло Что я потерял ногу И случись этого Я, наверное, не сумел бы развить в себе Активное начало Волю Верность высокой цели О том, что он станет знаменитым на весь мир Офтальмологом Святослав Федоров тогда, конечно, не подозревал В мединститут он пошел потому Что в Ростове особого выбора не было Все, что Федоров знал наверняка Терапевтом работать не сможет Слишком он нетерпеливый Из тех, кому хочется быстро видеть результаты Наташа, на днях Наверное, в среду я тебя буду оперировать Вот эта улица называется Дэн Сяопина Наш дом Дэн Сяопина номер один Короче говоря, вот здесь мы живем Вот здесь вот эти ели Представляете, какие огромные вот эти ели Вот эта елочка вообще, она была крошечная Крошечная Я думала, она никогда не вытянется И поэтому сначала посадили вот эту Она была более или менее такая высокая И вдруг, когда посадили вот эту елку Это за ней потянулось Потянулось, потянулось, потянулось Теперь они почти одного роста Когда-то и здесь был пустырь С одной стороны деревни Протасова С другой Рождествено А сюда, где был задуман коттеджный поселок Для сотрудников МНТК Даже землю пришлось завозить Иначе и не было бы этого роскошного сада Он не хотел, чтобы ни в коем случае Никакими огородами засаживать Никаких картошек, никаких помидор Ничего, ни в коем случае Я сегодня смотрела с балкона на все это Вот эти маргаритки, которые вот растут здесь Да, просто на земле растут маргаритки Сейчас я вам покажу Вон там, там целое поле маргариток Пошли Вот эта скамейка Потрясающая просто Вы там сидели, представляете? И вот здесь все было видно Дорога была видна Канал был виден И по нему шли пароходы по каналу То есть все было видно А теперь вообще ничего не видно Вообще Это очень по-федоровски Делить с любимым человеком весь мир Цветы целыми полянами Простор, ощущение свободы Безо всяких при этом поэтических ремарок Вздохов и церемоний Никаких церемоний не было Он мне за всю жизнь никогда не сказал Я тебя люблю Вот таких слов не было сказано И когда даже я его спрашивала Он смущался по этому поводу И ничего мне не отвечало Ты меня любишь? Молчит Ты меня любишь? Молчит А как ты ко мне относишься? Он говорит Прекрасно Все Роман у них был сложный Федоров исчезал без объяснений И бывало месяцами не давал о себе знать Он тогда разводился со второй женой И вообще считал, что с женщинами одни проблемы Хотя Ирэн на первом же свидании Пообещала ему, что с ней проблем не будет никогда А в 76-м году он развелся Со своей женой окончательно И ушел от меня И бросил меня И это было ужасно Это было что-то страшное Я похудела тогда на 21 килограмм Я не знала, как мне быть И вообще что делать Я просто не представляла, что мне делать Потому что потом я ушла в ординатуру В 76-м году Тоже, чтобы отвлечься Чтобы чем-то себя так загрузить Так занять Чтобы вздохнуть было невозможно И вдруг В конце года, 76-го Он мне звонит Как ни в чем не бывало И говорит Приходи ко мне Я очень соскучился Все началось опять И опять на короткое время И опять Ничего дальше не получилось Но правда мы каждый год Все равно ездили вместе отдыхать Вот на этом Мерседесе Они вместе исколесили полстраны Он появился у Федорова в 75-м Эта машина Любимая Святослава Николаевича Она даже имеет женское имя Эмми Это имя дочки Профессора Майлса Гелина Который был председателем Автомобологического общества в Америке И это общество прислало тогда В подарок Святославу Николаевичу Эту машину Красавица Эмми уже за 40 Раритет Но ржаветь в гараже Этой машине не позволяют Она по-прежнему на ходу И в округе Любимый автомобиль Федорова Видит часто И внутри И снаружи Мерседес такой же Каким прибыл много лет назад В Ленинградский морской порт Из Нью-Йорка Правда Тогда ради сохранности груза Пришлось проводить дипломатическую беседу С американскими докерами Иначе контейнер перед погрузкой Опустили бы в воду Так поступали всегда Когда что-то отправлялось в Советский Союз Вклад портовых рабочих В политическое противостояние двух держав Выручил Федорова Зураб Церетели Мы дружили тогда с Зурабом Церетели А он там какую-то скульптуру делал По-моему, в Вашингтоне И Зураб взял три ящика спиртных напитков И поехал к этим докерам Напоил их всех И сказал Прошу вот такой-то Как контейнер Не опускать воду Друзья за Федорова переживали Слава, будь благоразумным У министра нет такой машины У членов политбюро нет Откажись Да из таможни хлопот не оберешься Но с начальником таможни Федоров договорился В шутку он называл это Взять за глаз Влиятельные люди, как ни крути Тоже рассчитывают на помощь Хороших врачей В отделение к Федорову Даже президент Сирии Приезжал на консультацию Благодаря этому визиту Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин И дал, наконец, добро На организацию в Москве Института микрохирургии глаза Повезло, говорил Святослав Николаевич Но я бы все равно продолжал царапаться Царапаться ему приходилось всю жизнь С самого начала Когда Федоров отважился имплантировать Искусственный хрусталик 12-летней девочки С врожденной катарактой Первые подобные операции в стране Стопроцентная победа И абсолютное неприятие Со стороны официальной науки У Федорова уйдут годы На то, чтобы доказать Эффективность своей методики И на Западе он получит признание Гораздо раньше, чем на родине Пусть так Зато отмахнуться от ученого С международным авторитетом Уже никто не посмеет На ассистентском месте Профессор Майко Гейлин из Нью-Йорка Его американским коллегам И не снилось то, чего Федоров В итоге добьется Межотраслевой научно-технический комплекс С филиалами и клиниками по всему миру Да еще и со своей экономической системой Мне удалось соединить человека С результатами его труда напрямую Ни через начальство Ни через акции Ни через какие-то фокусы У меня каждый является Дольщиком дохода Здесь наши сотрудники вот живут Это все наши ребята здесь живут А вот здесь живут люди Которые купили эти дома И эти деньги их Пошли в устройство дорог Здесь, там Сейчас чуть-чуть приостановить Вот это дом филиала Волгоградского А вот тот дом Чебоксар имеет Вот это теннисный корт Вот здесь А вот гостиница Зачем Федоров взялся еще и строить? Возводить дома и спортивные комплексы Асфальтировать дороги Поднимать хозяйство в соседних деревнях Все просто Он не хотел быть счастливым в одиночку Сейчас я вам расскажу Одну очень интересную историю Которая произошла в нашей жизни Со Святославом Николаевичем Еще на заре нашего знакомства Когда мы только познакомились И начался конфетно-букетный период Хотя ни конфет, ни букетов не было Но все равно Однажды мы с ним встретились Давай пойдем к тебе, он ей говорит Ну я понимаю, что раз пойдем к тебе Что-то я должна Вот после работы Значит я должна его накормить как-то А у меня пусто Прихожу, бросаюсь к своему холодильнику Он сидит в комнате Я бросаюсь У меня в холодильнике Одна банка зеленого горошка стоит И яйца Два яйца И больше ничего Даже хлеба не было Конечно, это наша съемочная группа Уговорила Ирэн надеть фарту И приготовить точно такой же ужин Как много лет назад она сделала для Святослава Федорова Тогда это была чистая импровизация Из того, что нашлось под рукой Новый рецепт Новый рецепт, дорогие женщины Кусок хлеба взяла у соседки Черного хлеба Бородинского И он начинает есть И говорит Такой вкуснятины Не ел никогда в жизни Самое лучшее блюдо Давайте мы вот тут сидим пока горячее Давайте Почему Святослав Федоров так долго И не давал Ирэну уверенности Что их отношения это серьезные На всю жизнь Почему исчезал Конечно, со временем она все узнала Выспросила Он мне говорил по глупости Исчезал по глупости Потом он мне сказал Что на меня очень давило окружение Но давило окружение почему? Потому что действительно Все говорили Что я молодая красивая женщина И что я просто-напросто Вот хочу устроиться И он где-то и верил в это Вот так вот Что действительно может быть это так У меня не было такого Я не знала, что это такое устроится Это была та любовь, которая Помогает жить Заставляет Хорошо Жить в смысле Эмоционально И ничего другого не надо было Нужно был только он один Ирэн всегда его оправдывала Федорову просто некогда У него операции Научная работа Строительство института У нее тоже своя жизнь Работа Двое детей Мама, которой нужен уход и внимание Из-за мамы Ирэна решила однажды Отказаться от своей любви Когда моя мама заболела И для меня это было страшно Вдруг неожиданно рак Живя в Ташкенте Я ее не видела ничего И рак Я поняла, что все С мамой все закончено Я думала, что я с ума сойду От этого Я написала ему письмо Такое очень Холодное Он написал Славочка, я очень прошу тебя Чтобы ты меня оставил Потому что я Двоих не выдержу У меня с мамой такое И все И он меня Позвал к себе В этот же день Как я получила Письмо В этот же день Он меня позвал к себе И говорит Ты мне очень нужна Пожалуйста, приезжай Я когда он меня звал Я могла бы приехать С любого конца света Я сразу к нему поехала Приехал, был дома Там лежал на диване И я ему говорю Слава Ты получил мое письмо? Получил А зачем ты меня позвал? Он говорит Я тебе хочу сказать Что мне никто не нужен Кроме тебя Я жить без тебя не смогу Я же не гений Вроде Эйнштейна Который среди других Великих дел Совершил еще одно Женился как надо С первой попытки Мне это удалось Только на третий раз Но в результате Получился муж Близкий к идеальному Почему не идеальный? Потому что Один недостаток У Федорова Все-таки был Он не любил Мыть руки Ну не хотел он Мыть руки Вообще Насилие над собой Какого-то Я его никогда Ничего не заставляла Я никогда Ничего ему не приказывала Но руки Я его заставляла мыть Заставляла мыть руки Ну ты Риша Я сегодня целый день оперировала Я тысячу раз сегодня мыла руки Как зрачок все ровно? Зрачок уже мягкий Да Сейчас руки Я уже не спадаю Благодаря Святославу Федорову Операции на глазах Во всем мире делают именно так Под микроскопом Сидя И за столом Где есть хороший упор для рук Все устроено так Чтобы работать Максимально эффективно Ирэн не понаслышке знает Что такое микрохирургия глаза Муж убедил ее Уволиться с прежней работы Пройти подготовку И стать его ассистентом Правда В командировке за границу Их вместе выпускать не хотели Федоров даже К министру здравоохранения Сергею Маленкову обращался Просил помочь А ему сказали Берите любую медицинскую сестру Любую Какую хотите Только не жену С женой нельзя У нас вот такие указания Положения нельзя И в этот момент К ему пришел такой Георгий Милович Цуканов Он был помощником Брежнева Еще был Брежневский имя И Цуканов Позвонил на следующий день Муренкову И сказал о том Что вот так и так Сергей Петрович Надо Федорова выпустить жену А Сергей Петрович Георгий Милович Ну что вы Она молодая Интересная женщина Она может там увлечься И уйдет от Федорова А этот самый Цуканов был такой С юмором Дядьский говорит От нас с вами уйдет От Федорова не уйдет И вопрос был решен Ирана Ефимовна едет в Смоленск На студенческую конференцию Которая посвящена памяти Святослава Федорова Впереди пять часов пути Для человека Объездившего почти весь мир Не самая долгая дорога Федоров бы Конечно предпочел лететь Во-первых быстрее Во-вторых он всегда шутил Что так наверстывает Свои летные часы У него были свои отношения С этими летательными аппаратами И всегда Вот мы только заходили туда Уже где у девчонки Несутся стюардессы Святослав Николаевич Здравствуйте 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 Святослав Николаевич Вас летчики приглашают В кабину И все И больше я его не видела До приземления куда-нибудь А я с ним ездила Всегда в командировки И была Тогда когда Он был один Как врач приезжал Один в какую-то страну И я Так сказать Вот ему уже помогала На пароходе же У нас еще клиника была Шикарная Петр Первый Мы с ним там оперировали Много Много Очень много мы оперировали Очень много Кстати Однажды мы были с ним В Венесуэле И там ужасные столы Столы были без подставок Для рук Вот руки на весу были И у него не шелохнулся пальчик Я ему подавала там инструменты Все это оборудование Все Но он представляете На весу Сделал 32 операции Это было в Венесуэле В Каракасе Первый раз Святослав Федоров Оказался за границей В 66-м Его пригласили в Лондон Где был создан Международный клуб ученых Которые работали С искусственным хрусталиком Всего семь человек в мире И Федоров Один из них Он жил тогда В Архангельске О Москве и речи не было И кстати По-английски Не говорил совсем Но после поездки Сел за учебники Он учил английский язык По учебнику Валентины Иваны Скульте Это был учебник Для детей В детском саду Представляете? Да Но он знал язык У него не было никаких комплексов Я помню Он когда-то был президентом Общества дружбы Великобритании СССР И вот мы как-то вместе Все поехали В Великобританию И я помню Был с нами Коля Губенко А Коля Губенко Говорил по-английски Потрясающе Так правильно Что по-моему Так уже не говорят Даже сами англичане В один из дней Мы приехали в Кембридж И Слава Читал какую-то лекцию И мы стояли У стены С Колей Губенко И он мне говорит Ир, слушай А как это он так говорит? Он ничего не стесняется, да? У него же Нижегородский актфренд Он говорит Я говорю Вот именно Что он ничего не стесняется У него нет комплексов Коленька Интересная песня Из Есенина Он всегда просил Ирэн Спеть для иностранца Неважно В своем кабинете Или на международном конгрессе Сразу после своего доклада Когда это случилось В первый раз Она смутилась От неожиданности Но спела Для мужа Ирэн готова была На любой подвиг Горит костер Рябины красной Но никого Не может Он согреть Конференция Конференция в Смоленском Медицинском университете Это тоже для него Чтобы не забывали Каждую весну в апреле Ради этой поездки Ирэн бросает все другие дела Уже 13 лет подряд Фонд имени Святослава Федорова Который учредил Ирэн Поддерживает талантливых студентов Стипендиями Не бывает научной провинции Так Федоров всегда говорил Потому что не бывает науки Второго сорта Вот этот кабинет Который был сразу построен Он был уже включен Так сказать В архитектуру Этого маленького нашего домика Обожаемого Славочкой Но это был его кабинет В котором он был редко Вообще он не кабинетный был ученый А сейчас я вам покажу кабинет Который мы сделали сами Дополнительно ко всему тому Что у нас здесь было Здесь у нас была такая терраса И я сушила здесь белье А потом Мы решили из этой террасы Вот сделать такой вот Деревянный кабинетик Квартира, которая у нас была в Москве Она почти Он в нее во всяком случае Почти не заезжал Потому что даже когда мы ездили Куда-то в театр там Или в гости И где-то поздно все это заканчивалось Все равно мы ехали сюда Потому что он говорил Три часа сна здесь Для меня как восемь часов в городе Что-то почитать или набросать статью Он мог и так Без закрытых дверей Федоров не искал уединения Любил работать Когда жена рядом А для Славы Это было очень важно Он знал, что я ему не буду мешать Но чтобы он знал, что я Что я есть Что я в доме У него вообще не было ключей Он не знал, как открывать И закрывать дверь Вообще не знал Однажды только Единственный раз Мне нужно было пойти там Мы с приятельницами С которыми когда-то я была в Монголии В командировке когда-то И мы решили встретиться Такой девичник устроить И я ему сказала Славочка, пойдем я тебе покажу Как у нас открывается дверь И показала Ключ какой открывается Который в этот вставляется Потом который в нижний вставляется Я говорю, ты все понял? Он говорит, да, да, все понял Я помню, как я бежала с этого метро Когда я уже возвращалась домой У меня сердце подсказало мне Что что-то там не так Что он не зайдет в дом Мне казалось, что он не откроет дверь Ну нет Бегу и смотрю Он сидит на скамеечке возле дома Я ему говорю, Слава Ну что ж ты здесь сидишь? Я же тебе все показала Как заходить в дом А он мне говорит, а что мне там делать? Тебя же там нет Если я не с семьей и не на работе Значит, точно с лошадьми В деревне Протасово по соседству с поселком Славино До сих пор цела конюшня, построенная Федоровым Когда-то она была частью агрофермерского комплекса Который был им задуман Теперь существует самостоятельно Здесь еще и есть лошади, которых Федоров приобретал лично Покупал, обменивал, привозил из-за границы Саня, а ты знаешь про Грусика что-нибудь? Как он появился вообще? Катюха говорит, что его Федоров на Волгу поменял А ты в каком возрасте? Не помнишь, он появился? Он, знаешь, в шестом году В шестом году он сюда приехал Достаточно яркий представитель арабской обороды И, видимо, произошла любовь с первого сряда Как он оказался здесь, так он и живет со своей жизнью У нас самый возрастной парень За увлечения лошадьми Святославу Федорову было время даже пытались пристыдить В конце 70-х он арендовал лошадей на Раменском подроме Своих еще не было Но партийное начальство все равно сочло это возмутительным Что за элементы сладкой жизни? И он, его вызвали в райком партии И сказали, что это вы там только как бары ездите на лошадях А он сказал, почему бары? Каждый человек, крестьянин, безлошадный Считался жутким бедняком У него ничего не было Это во-первых А во-вторых, у меня нет ноги А у лошади четыре Я на нее сел и все увидел, что творится вокруг Ну и отговорился в момент И от него отцепились Управляться с лошадьми его еще в детстве учил отец Командир кавалерийской дивизии Но в 38-м отца арестовали От прежней жизни не осталось ничего Ездить верхом Федоров учился заново Когда ему было уже за 50 И падал, и ребра ломал Но не отступил Он и жену пристрастил конным прогулкам А потом настоял, чтобы она и машину водить научилась Ни в чем от него не отставала Всем, кто приезжает в Славину в гости Обязательно показывают церковь Рождества Богородицы Построенную еще в 17-м веке Она находится в соседнем селе Которое когда-то принадлежало отцу полководца Суворова У церкви маленькое деревенское кладбище Где Святослав Николаевич завещал его похоронить Вот видите, вот этот вот камень У нас на даче был просто какой-то камень Я там попросила у строителей И дали вот такая глыба Вот, и мы сделали здесь такую площадочку на этом камне Вот написали, видишь Ум и дела твои останутся в памяти человеческой Но для чего же пережила от себя любовь моя Незабвенному его и решит Ну как бы это прямо от меня лично Вот у меня 22 мая был день рождения И я все сюда Я обычно, когда цветы у меня появляются Я все сюда ношу Все Славочки Он очень любил это кладбище Он очень любил это место Когда мы получили эти земли То мы со Святославом Николаевичем решили Что мы в первую очередь отреставрируем церковь В 89-м году была церковь эта открыта И вот здесь, я помню, стояла Святослав Николаевич Пасха была, и люди шли в церковь А он просто здесь вот стоял и стоял на лошади Приехал сюда, лошадь там оставил А здесь сам встал и стоял А люди все шли, 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 видели его И одна бабушка прям подошла к нему По-настоящему плюхнулась на колени И говорит, господи, отец наш родной Спасибо тебе за церковь А если он и правда гений? Однокурсник Федорову полетному училищу Задал этот вопрос в книге памяти Которую Ирэн издала после гибели Святослава Николаевича А если и правда? Подумать страшно, когда вот он Пол жизни рядом Вместе учились, свой, веселый Самый вроде обыкновенный Это самая последняя фотография Святослава Николаевича Сел вертолет Последняя, да, при жизни, да И он погиб Вылетали из Тамбова Из нашего филиала Два часа прошло С момента вылета Трагедия произошла в 8 часов вечера Небольшой вертолет рухнул в районе Южного Тушина В полетном листе, который был обнаружен на месте падения Записано, что на борту находились три члена экипажа И известный врач Святослав Федоров Я считаю, что его убили Считаю, что его убили Потому что очень много всяких разных обстоятельств Которые говорят об этом Но это все не доказано Это просто моя собственная версия Я же всем мешаю, ребята Перед полетом в Тамбов Федоров давал интервью комсомолке Говорил резко Удивляюсь, как меня до сих пор не убили Четыре месяца длилось противостояние Где на кону был МНТК Компания против Святослава Федорова Началась в феврале 2000-го Комиссии Минздрава Налоговые проверки Заказные статьи в прессе Внутри коллектива тоже был раскол Нашлись те, кто считал, что Федорову пора уходить И самое главное Что от того, что была бы такая непонятная ситуация Для него, для самого Для Славы Конечно, у него руки ни к чему уже не лежали Ему не хотелось Потому что такое количество предателей В своем собственном коллективе выращено Конечно, можно было бы стать выше всего Но это все теоретически А когда он каждый день приходил на работу Никто вообще не знал Что у него такое состояние Он ходил в операционную Он занимался каким-то Но в душе-то у него Был же пожар От того, что вот это все происходит В конце мая ситуация разрешилась В Минздраве был подписан приказ О назначении Святослава Федорова Гендиректором МНТК В институте прошло голосование 78% за, 22% против Федоров победил И в командировку он собирался В приподнятом настроении В Тамбов решено было лететь За 10 дней до этого Святослав Николаевич Получил лицензию на управление вертолетом Еще одна его победа И, конечно, ему очень хотелось Вот летать с лицензией Потому что у меня как-то Мы когда летели Я помню с ним Юрия Михайловича Лужкова На вертолете Первый раз я с ним летела Я вертолет этого боялась ужасно И мы летели И он мне говорит Ириш, только здесь я чувствую себя Свободным от всего Вот в воздухе Действительно Нигде ничего никого Никаких ни стен Никаких министров Никаких замминистров Никаких начальников Подначальников Сам себе хозяин Вот это для него была страсть И он мне говорит Я улечу в четверг А в пятницу я уже вернусь Жди меня полвосьмого Я вот стояла там Его в половине восьмого ждала Но потом началось Какое-то движение Какая-то суета Ой, я не хочу об этом вспоминать Знаешь, я не могу Я не могу Я сразу вспоминаю И с ума схожу просто На месте крушения вертолета Через год поставили часовню Каждое лето 2 июня В день гибели Святослава Федорова Тут проходит панифида Под густой гул винтов Вертолеты прилетают здесь часто И у всех, кто на земле Сжимается сердце Теперь вы опять скажете Что врач не имеет права летать Потому что он должен ползать А я еще прекрасно плаваю Скачу на лошади Играю в шахматы Человек Это эстетическое существо А меня все время загоняют в угол Вот в пятницу вечером Вернусь в свой маленький домик На улицу Дэн-Сиопина У меня там прекрасная веранда Рядом конюшня И любимый конь Птицы поют Знаете такое место? Российская Федерация Столица Славина Птички разговаривают Советуются друг с другом Птицы поют Странная моя Только ты останься Прежней трепетно живи Солнечно живи Радостно живи Что бы ни случилось Ты, пожалуйста, живи Счастливо живи Всегда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова